Вик, я вот знаю, что видов батика существует огромное количество. И я знаю, что слово «батик» в переводе с индонезийского обозначает «капля воска». Всегда используется этот материал или не всегда? Не всегда. Не всегда. Я знаю, что существует горячий батик, холодный батик. Да, совершенно верно. Вот у нас весь стол завален образцами батика. Давай поговорим, что такое горячий батик. Горячий батик, вообще, что такое батик вообще? Так. Это различные совокупные способов окрашивания ткани, в основе которых лежит резерв. И в качестве резервирующего состава может выступать воск с различными пигментами, добавлением различных веществ. Вот смотри, у меня есть такие дивные кошки. Да. Вот для того, чтобы нарисовать этих дивных котов. Нарисовали сначала границу резервом. Если мы будем говорить на примере конкретно этого шарфа, то сначала был эскиз, да, с чего мастер черпал свое вдохновение. Эскиз был на бумаге или уже на ткани? Мастера работают по-разному. Кто-то сразу переносит на ткань, творит по вдохновению, но здесь есть всегда риск того, что ты можешь дрогнуть рука или ты ошибешься. Кто-то себя подстраховывает и сначала переносит свой эскиз из головы на бумагу, потом переносит с бумаги уже на ткань. Здесь в основе есть такая трубочка, если мы говорим про горячий батик, она называется чатинг. У нее очень тонкая стеклянная трубочка. У нее тонкое очень отверстие и небольшая емкость. В эту емкость нагревается постоянно нагреваемый воск с различными добавками. И с помощью этого воска аккуратненько наносится этот орнамент. И горячий именно потому, что воск горячий. Во-первых, горячий, да, потому что горячий воск. И еще отличие, ну это основное, скажем, отличие. И еще отличие в технике используются краски, как правило, анилиновые красители, которые в дальнейшем, я имею в виду, когда уже наша роспись закончена, они требуют фиксации паром. Воск, насколько я знаю, это многослойный батик. То есть можно капельки или там линии нанести, покрасить все остальное, удалить эти линии, закрыть другой цвет, допустим, воском. И у нас получится многослойное такое красение. Это одно из преимуществ горячего батика по сравнению с остальными. В других, если мы будем говорить, сравнивать его с холодным батиком, где тоже используется резерв, но в качестве резерва используются контуры. Зависит ли изделие вот в готовом виде от того, на какой ткани оно сделано? Ну, в зависимости от того, какая ткань. То есть если она тонкая и легкая, да, если это я держу в руках, это экстельсер. Он очень тонкий. Он чудесно будет в качестве тонкой нежной летней блузки, туники, легкого шарфика. И у него еще его особенность, приятная и для росписи, и для того, кто ее владеет, очень хорошо блестит. Я сегодня здесь сижу в качестве голотеи, а Виктория мой пигмалион. Посмотрите, вот эта вот дивная блузка, в которой я сегодня красуюсь, сделана золотыми руками Вики. И это тоже тонкий шелк экстельсер, и в горячую, в жаркую погоду, в горячую улицу очень приятно в нем выходить.